Всем привет! С вами ваш переводчик Асылхан. И сегодня у нас мистер Харрис. На канале уже есть его первая реакция на песню Самолтау. Ссылку я оставлю в конце видео. Это реакция на песню Hello. Всем приятного просмотра. Привет всем Адимашиным. Прежде всего, хочу сказать вам привет. Я рад не меньше вашего. Хоть вы и всегда строчите. Давай Димаша. Давай Димаша. И мы смотрим Димаша. Его будет очень много. Он мне как родной человек. Как и вам, друзья. И сегодня песня, которую вы все просили. Я слегка взволнован. Я в курсе, что эта песня Hello. Но я не знаю его версию этой песни. Так что давайте глянем. Я у вас. Я у тебя. 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 Я у меня. Я у тебя. 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 Я у тебя у тебя. Я у тебя. Я у тебя. Я Это по-другому. Это по-другому. Это по-другому. Это по-другому. Это по-другому. Это по-другому. Хорошо. Как-то странно. Ты видел? Кто-то сидит в светлой комнате, а вся аудитория здесь. Это что? Это же шоу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да. Хотя обычно люди обходят их стороной. Да у него даже ногти ухоженные. Я обратил на это внимание. И пару слов вот о чем. Димаш всегда одевается не так, как все. Высокие брюки, как у Майкла Джексона. И у него вот тут висят вот эти всякие штуки, как паутинки. Это, наверное, такой стиль и все такое. Но это всегда что-то такое-другое. Возможно, из-за того, что и он другой. Потрясающее выступление. Он способен делать то, чего не могут остальные певцы. Он поет в разных режимах. Начинает так. То есть в одном ключе. А потом он поднимается на одну октаву выше. Но поет ту же самую мелодию. То есть ему не нужно ничего придумывать и менять мелодию. Потому что он может петь одно и то же на каждой последующей ступени выше. И кажется, что для него это не так уж сложно. Ведь он начинает так. Потом носится по ступенькам выше. А потом сдетонирует куда-нибудь в облака. С этими дикими высокими нотами. Хороший пример для всех, кто поет больше силой. Организуйте свою песню так, чтобы у вашего голоса было место для передышки. Так как нужно помнить, что вот это, это мускул. Как и вот этот. Этот мускул. Вот тут мышцы на животе, если вам видно. Мышцы брюшного пресса. И нужно качать эти мускулы. Если я не буду этого делать, то у меня ничего не выйдет. Но вы также можете и порвать мускул. Как делать нечего? Если среди вас есть качки, после подходов с повторениями, ваши мышцы устают. И все, что вам нужно сделать, это перерыв. Вот что он делает. Я вижу, как он поет эти нереальные ноты, подвластные только ему. А потом там поет бэк-вокал. И он в это время не поет. Он отдыхает. Чтобы дать вам ноту еще выше. Потому что если бы он начал сразу с нее, возможно, она бы не удалась. Поэтому, во-первых, у него блестящий ум. Благодаря которому он может выжать максимум из своих способностей. Так как он правильно составляет песню. Он очень сильно напрягает свой голос. Поэтому ему просто необходим отдых. Кстати, те из вас, которые были на его концерте. Даже после примерно такого исполнения. Он что, потом сразу же переходит к следующей песне? Или группа играет на антракте? Или выходит жонглер и радует публику, пока он восстанавливает голос? Как можно так петь в течение целого часа? Или потом он уже не так поет? Это же невозможно. Это же физически невозможно. И делать это без ляпов и ошибок. Это же очень тяжко. Рик. Это что-то типа какого-то конкурсного шоу? Да, это конкурс под названием Сингер. Ясно. А то я не в понятках. Все в темноте, кто плачет, кто жай сидит. А потом освещенная комната, и парень жует что-то типа попкорна. Ты вообще откуда сюда упал? Теперь ясно. Это были судьи. Теперь до меня дошло. Это 2018 год. Он что, до сих пор выступает в таких шоу, в таких конкурсах, подобных этому? Это вроде бы и первый конкурс, на котором он участвует. Ничего себе. Он же такой улетный. Он должен быть признан во всем мире как один из самых лучших певцов. Знаете что? А вот что. Мы простые слушатели. И часто мы не замечаем талант. Большинство из нас, кто слушал это, мы оцениваем певца по песне. Мы говорим, эй, она мне нравится. У нее чумовая песня. А мне нравится он. У него офигенный трек. Мы редко говорим, смотри, какой мощный певец. У него такое идеальное звучание. Он это чудо природы. И как вокалист и вокальный тренер, я высоко ценю этот талант. Нам нужно просто подавать ему правильные песни. И весь мир услышит о Димаше. Если есть композиторы у экранов, прошу вас убить одну неделю жизни и написать песню для Димаша, чтобы дать ему хорошую песню. Если его менеджер слышит нас, если есть такой человек, послушай, куда нам отправить эти песни? Да я сам хочу написать песню для Димаша. Этот парень. Эй, Димаш, ты же можешь озолотить меня? Ты можешь помочь мне? И для меня это будет великая честь, если ты споешь мою песню. Но не каждый автор сможет написать ему песню. Тут нужно знать, как дать ему то, что он захочет исполнить. Димаш никогда не ошибается с подачей песни. Я слышал, что у него скоро выйдет новый проект. Надеюсь, это что-то такое. И... надеюсь, он не попадет в ловушку, как другие, когда-то офигенные и поразительные певцы. Типа, меня мало кто знает, а я хочу быть очень популярным. Поэтому я упрощу свою музыку. Я больше не буду вот так петь. Мне проще исполнять эти банальные песенки, чтобы подростки покупали мои записи или качали мои треки. Димаш, пожалуйста, не делай так. Умоляю тебя. Продолжай петь, как тут. Сколько у тебя бы не было поклонников? Я уверен, что этого хватает для того, чтобы прокормить твою семью. Оставайся собой. Не превращайся в этих конченых артистов. Прошу тебя. Ну что ж, теперь я начал говорить, как настоящий фанат Димаша. Подпишитесь, если вы не подписаны на канал. Поделитесь с друзьями. Это же семейное шоу. Вот тут все мои детки сидят и бегают туда-сюда. Вам просто не видно. Слушайте. В заключении я скажу. Любите. Но при этом не забывайте и себя любить. Ну все, все. Как-нибудь еще поболтаем. Всем спасибо за внимание. Ну что ж, мистер Харрис, ваши молитвы были услышаны. Димаш по-прежнему поет свои особенные песни в своем особенном стиле. Всех люблю. Всех обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok